Вопросы отчуждения имущества для государственных нужд обсудили сегодня на площадке региональной службы коммуникации. На каких участках города проводится изъятие земель в этом году и что там планируется построить, смотрите в нашем следующем материале. Работы по обновлению архитектурного облика города Петропавловска ведутся с 2016 года. Одними из перспективных микрорайонов развития являются Жасуркен, Капай, Береке-2, улицы имени Шокана Ольханова и Макжана Жумабаева. Жилищный фонд указанных микрорайонов – индивидуальное жилье, 80% которого ветхое или аварийное, непригодное для нормального проживания людей. Оно подлежит сносу, взамен собственникам предоставляется благоустроенное жилье. На месте снесенных запланировано строительство 70 жилых домов, социальных объектов. С начала текущего года для государственных нужд изъято 150 земельных участков, а начиная с 2016 года – свыше 900. До конца текущего года предполагается изъятие в таких микрорайонах, как микрорайон Жасуркен для строительства домов в границах улиц, Горького, Алтынсарина, Крылова, Порфирьево, Горького, Таштитово, Позолотино для строительства двух жилых домов на 144 квартиры. Парковое, Порфирьево, Ауэзово, Таштитово для строительства трех жилых домов или 280 квартир. Предполагается снос в границах Сифулина, Сифулина-Советская, это для благоустройства строящейся школы на 900 мест. Следующая граница – Шаканово-Лиханово, Казахстанская правда для строительства жилого дома на 90 квартир. Шаканово-Лиханово, Чикалово, Казахстанская правда. Изъятие земель также запланировано на пересечении улиц Астана-Брусиловского конституции Казахстана для обустройства сквера. Нурсултана Назарбаева, Ивана Шухова для строительства 144-квартирного дома. А также в районе 8-й школы в границах улиц Нурсултана Назарбаева, Крепостная, Казахстанская правда для строительства спортивного комплекса. Принимая участие в рабочей группе при Акимате города Петропавловска, департамент по противодействию коррупции отслеживает деятельность по распределению благоустроенных квартир и предоставлению компенсации взамен изъятой недвижимости. На все нарушения со стороны чиновников антикоррупционная служба готова реагировать моментально. В процессе изъятия недвижимости для госнужд присутствует множество коррупционных рисков. Так, несколько лет назад был выявлен вопиющий факт в отношении должностных лиц городского Акимата, которые путем обмана завладели жилым имуществом с земельным участком. В результате незаконно получили 18 жилых квартир в благоустроенных домах и еще денежную компенсацию, тем самым причинив ущерб на сумму 213 миллионов тенге. В ходе следствия было установлено, что должностное лицо отдела Акимата города в группе лиц завладело 10 домами, подлежащим принудительному отчуждению, и оформили в дальнейшем на аффилированных лиц. Основной вопрос, как вообще такое могло случиться? Для этих целей воспользовались лица отсутствием знаний действующего законодательства. Вводили в заблуждение о том, что участки, принадлежащие лицам, не будут подлежать сносу. Спикеры также отметили, что согласно Конституции Республики Казахстан, принудительное отчуждение имущества для госнужд допускается в исключительных случаях с равноценным возмещением потерь. Екатерина Белоусова, Самат Ясин Галиев, Служба новостей.